всем привет с вами наташа и андрей мы на канале тихая реакция и в этом видео мы наконец-то благодаря вам смотрим трейлер волшебник изумрудного города дорога из желтого кирпича нас просили причем много раз не знаю один и тот же человек или раз два человека я правда не знаю кто именно возможно это один человек просил но очень активно писали про этот проект мы совершенно ничего про него не знаем по крайней мере я нет в названии понятно про что будет волшебник волшебник до изумрудного города сейчас еще будет выходить злая тоже страна ос но тут это понятно что российский проект причем можно сказать очередной фильм фэнтези сделано сказочным и сейчас выходит очень очень много и они ну может совсем юные зрители этого не вспомнят но мне они напоминают отдать вот какие-то диснеевские адаптации особенно когда дисней пытался что-то снимать в россии и там тоже были вот такие вот фильмы какие-то которые берут некоторую фольклор либо персонажи их как-то адаптируют особенно любят попаданцев делать и там тоже так с графикой какая-то история там про отношения с добрым посылом и тут вот то же самое ну не то же самое понятно совсем другое будет но напоминает чем-то и уже несколько таких проектов буквально я бы даже назвала это сказочным фэнтези фэнтези присутствует какая-то сказка то есть добрый по сути фэнтези то есть сказка ну да 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 но фэнтези есть и темная например но здесь все-таки больше на детскую аудиторию я бы это назвал вообще это просто какое-то новое детское российское фэнтези это вот фэнтези нового поколения да причем в них есть хорошие вещи в плане того что визуально они неплохо выглядят ну да 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 в принципе хотя выходят определенные проекты у них оценки так себе то есть я возможно потому что слишком простой сюжет это не значит что то плохо но просто не всех это цепляет ну может быть не знаю да я про этот трейлер тоже особо ничего не знаю кроме того что шесть месяцев назад был тизер и я его как-то когда мы там снимали его пропустил и такой блин наверно надо было ну ладно даже по-моему я не помню да ну вот может быть и и тут уже трейлер давайте посмотрим но перед этим скажем что у нас телеграм-канал мы там пишем всяких вещах отзывы отзывы новостные всякие штуки которые нас интересуют и у нас еще есть vk и дзен там мы перезаливаем видео если у вас не работает винда нормально и всем привет кто там нас смотрит особенно на цене но и пока тоже она также люди приходят бусте да у нас тоже есть там платный бесплатный контент заходите смотрите давайте посмотрим дьбы ты оказалась в нашей стране великий волшебник гудвин вернет или домой если она поможет трем сказочным существам добиться исполнения их заветных желаний страшила мечтает о мозгах дровосек о живом сердце а трусливый лев хочет обрести что а сон это ваше общее приключение но помни одно каждый должен пройти свой путь на новый год новый год до база с кем-то связалась и где беги что он осталось и получите власть я хочу буду у нас папку если кто-то попал в беду ему надо помочь только забыв о себе я не хочу вы затворите чудо Это буквально железный человек. Все, друзья, могу я первое сказать и комментировать. Во-первых, мне это напомнило все, просто все детское фэнтези, которое существует в кино, они смешали сюда. Я и про Гарри Поттера подумала, я и про Алису в стране чудес подумала, я и про... забыла название, мы смотрели, когда дети попадают в другой мир через шкаф. Хроники на армии. Хроники на армии. Я говорю аслан. Хроники на армии. Я просто подумала обо всем сразу, тут все смешали. А мне еще... Ладно, говори. Я немножко шокирована этим, во-первых. Плюс я хотела отметить очень, если не считать животных, очень красивая картинка, графика. А чего они так животные? Животные меня немножко смутили почему-то. Какие именно? Я имею в виду лев, собака. Да нет, вот они как раз нормальные проблемы в собаке только. Она реально из-за этого компьютерный лев кажется странным. Да, да, да. Если бы они все были компьютерными, то собаки бы не было. Вот была бы мышь, лев, это не было проблем. И у меня из-за этого и возникло какое-то странное чувство. Потому что с одной стороны реальный, а с другой стороны графика. Мне показалось, что нормально они вообще все. Ну, меня это смутило. Андрею понравилось. Хорошо. Да не, меня тоже это смутило. Но я, в принципе, говорю, если вот собаку убрать, то нормально выглядит. Ну да, да. Ну вот я хотела сказать, да, картинка красивая. Потом там будет какая-то, какая-то персонажка, женщина. Она мне Мальфисенту напомнила. И еще каких-то, и Дисней. Я тоже вот, как ты сказал, в начале Дисней тоже как бы присутствует. Все, просто все смешали в одно, единое. Я говорю, я сначала трейдер начался, я начал даже сомневаться. Думаю, чей-то проект Маули в Австрии сняли где-то. Да, он выглядел европейским достаточно. А потом раз, там, шутка и Газпром, я такой, все понятно. Ты хотела что-то еще сказать? Что тебе что-то напомнило? Мне сначала вообще, когда были вот эти темные замки, мы смотрели недавно Подземелье и Драконы. Мне их еще даже чуть-чуть напомнило. Но потом, когда совсем стал уходить в детское нечто, то менялся тон. Но вот в начале прям вот эта злодейка какая-то, тоже колдунья. Да, да, да. Чуть-чуть напомнила. Вот она прямо из Дисней. Но так выглядит на самом деле неплохо. Лучше, чем некоторые вещи, которые вот именно российские. Мы смотрим трейлеры. Да, да. То есть, ну реально нормально. Потому что, спойлер, кто не смотрел, там, трейлер Ждуна, ну вот если сравнить. Ну это вообще, это небо и земля. Да, это вообще супер качество. И тут я думаю, что если бы я прям маленький был, то кайфанул бы. Ну да, да, да. И интересно. Ну посмотрим, конечно, что будет на выходе. Но они вот и дату специально подобрали, чтобы побольше людей сходило. Ну, не знаю, я ничего плохого не могу сказать. Видно, что да, наверное, прям наивно девочка еще непонятно, как сыграет. Потому что у нее роли большая достаточно. И они тут интересно, как садаптируют. По сути, это очередная адаптация про изумрудный город, как это все будет сделано. Но как бы на современных реалиях. То есть эта девочка попадет из современной России туда, получается. Еще унесенные призраки, я тоже подумала, когда они вот шли куда-то вот в путь. А, нет, не унесенные призраки, а тоже Миядзаки. Ну, короче, тоже атмосфера Миядзаки мне немножко напомнила. Так нет, блин, это дело не в Миядзаке, а в сказке. В сказке, да. Это самая классическая история одна из, которые вдохновлялись. Я не знаю, сколько авторов вообще. В том числе, мне кажется, Миядзаки. Поэтому ничего удивительного, что тут есть какие-то знакомые вещи. Я и говорю, мне тоже многое напомнило. Особенно вот Хроники Нарни из-за льва. Тоже компьютер на лев. Да, да. Какой-то экшен тут будет происходить. Ну вот мне понравилось начало. Я сначала подумала, что это будет что-то темное. Просто еще фильтр был такой серый немножечко. Также мне понравилась картинка. И диссонанс только вызвали, что собака реальная, и на ней вот кто-то говорит, так сказать. Маска какая-то. А в остальном, ну это чувствуется 6 плюс, да. Для детей. Так что да, пишите, что думаете вы. В принципе, неплохо. Я думаю, те, кто просили Рада, чтобы мы наконец-то посмотрели. Отпишитесь в комментариях, кстати. Вот. Возможно, если будут еще трейлеры, будем смотреть, если хотите. А так все. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube, Telegram и Boost, и нам будет приятно. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok